Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Звоните нам в студию по телефону 211-101, отвечайте на вопросы, как это по традиции у нас бывает. Ну и, конечно же, традиционно выигрывайте призы, коих у нас в достаточном количестве сегодня для вас приготовлено. Тем более, что тема будет, мы ее чуть позднее озвучим, очень и очень благодатная для того, чтобы эти вопросы слушать и быстренько на них отвечать. Так вот, по поводу темы. Сегодня день автомобилиста, 29 октября, и сегодня, естественно, тема ключевая нашей программы «Автомобили». Мы постараемся ответить на вопросы, как они двигаются вообще, за счет чего, собственно говоря, автомобиль работает, когда появились первые автомобили, кто их создавал, какие правила движения на автомобилях существуют и как эти правила соблюдать, не нарушая, чтобы не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Сегодня у нас в гостях руководитель автошколы Вятского государственного университета Наталья Солодянкина, а также преподаватель-инструктор автошколы Вятского госуниверситета Алексей Ванеев. Ну и, естественно, как всегда, помогают вести программу, раскручивать самые интересные вопросы и самые интересные темы наши юные открыватели. Это Тимур Мамедов. Всем привет. Привет. Миша Голиков. Привет. И Дима Рябов. Здравствуйте. Ребят, давайте начнем немножко отвлеченно от темы нашей программы. На дворе каникулы, насколько мне известно, школьные, да, все вышли уже на каникулы. Как у вас обстоят дела, как вы проводите время в первые дни каникулы, ну и вообще, что у вас случилось за последнее время, рассказывайте. Тимур, похвастайся, что произошло такого интересного в последнее время? Ну, конечно, я пока на каникулы не вышел, они у нас с 6-го числа. Ну, чуть позднее у тебя начинаются. У меня сейчас идет такое время, что нужно исправлять все оценки, и первое время я не думала об этом, я бегал с друзьями, веселился, гулял. Первое четверо, да, учебного года, как у всех. А вот сейчас в конце я хожу по кабинетам, все исправляю. Какая проблема? Какой самый проблемный предмет для тебя в школе? Математика. Математика. Так, надо, чтобы поподтянул обязательно. Миш, как у тебя дела обстоят с новшествами, с каникулами? Да, на каникулы вышли. А чем занимаешься? Уже план есть какой-то на ближайшую неделю каникулы? Пока нет. 3-го ноября день рождения. А, ну, заранее говорят, не поздравляют, но мы в гости все равно к тебе придем 3-го ноября, так что жди перед днем народного единства, как раз у тебя будет день рождения. Ну, у Димы, я знаю, событий достаточно много, причем есть даже какие-то события такого планетарного практически масштаба, ну, по крайней мере, регионального точно. Дима у нас кое-что выиграл, кое-что у него готовится к выходу, насколько мне известно. Дима, рассказывай, не стесняйся, я тебе подмигнул, это означает, что можешь в полной мере хвастаться. Все, чудесно. У меня выходит моя книжка со стихами первая. Круто. Друзья, вот жаль, что за эфиром вы не слышали, какие Дима пишет стихи, как он их читает, как он их декламирует, но мы обязательно как-нибудь потом в эфире это вам продемонстрируем. Да. Вот. Ну, у меня вот уже на 31-го есть план, я, говорит, другу пойду на целый день, там же Хэллоуин. Сомнительное развлечение, но я знаю, что его очень все любят, поэтому... Ты костюм уже приготовил, да? Какой-то. Или вы так просто собираетесь, не на костюмированную вечеринку? Ну, так, костюм, конечно, есть. Есть костюм. Не будешь открывать секрет, кого приготовил в качестве главного героя, с кого будешь переодеваться? А вот не скажу. Ладно, давай, это будет сюрпризом и для тебя, и для твоего друга. Нет. Ну, по крайней мере, для друзей, конечно. Ну, и что еще нового? Ну, как, все закончил, четверть. Как оценки? Хорошо. Как успехи? Хорошо, у меня оценки. Ну, здесь, наверное, все стабильно, все ровно, но первая четверть в любом случае всех такая, на раскачку дана была, да? Я думаю, дальше у вас будет еще лучше. Возвращаемся к теме нашей программы. Возвращаемся к теме нашей программы, это автомобили. Итак, дорогие друзья, напоминаю, телефон у нас в студии 211-101. Потому что вопросы будут звучать постоянно, их достаточно много, поэтому сразу приготовьте, где-нибудь положите рядышком мобильное устройство или стационарный телефон, трубочку, чтобы быстренько набрать и правильно ответить на вопрос. Начинаем мы, естественно, с вопроса самого банального, самого такого актуального и напрашивающегося в первую очередь. Что такое вообще автомобиль? Вот как он выглядит? Все прекрасно ведь представляют, да? Потому что автомобиль с момента его появления, наверное, все-таки изменился, да? Вот нам эксперты потом подскажут. От паровой тележки до современных машин. Да, вот до современных автомобилей такого футуристического уже вида. Что такое автомобиль, ребят? Кто может объяснить? Ну, что у него обязательно должно быть? Без чего автомобиль, не автомобиль. Двигатель, колеса. Двигатель, колеса, аккумулятор. Правильно ведь? Руль. Руль. Хотя говорят сейчас уже... Можно колеса и руками передвигать. На автопилоте будет ездить скоро, да? Ну да. Коробка передач. Вот это уже такие серьезные познания пошли. То есть, я думаю, не каждый юный исследователь, юный открыватель знает, особенно девочки. Кстати, вот тема автомобилей, забыли мы в самом начале сказать, она, наверное, больше все-таки мальчишеская. Но сегодня вот у нас Наталья в гостях и как раз-таки опровергает теорию о том, что автомобили и женщины – это понятие несовместимое. И как раз-таки сейчас девушки, женщины очень часто мы видим их за рулем и очень комфортно себя там чувствуют. Мы тут уже подискутировали на тему, хорошо это или нет. Но вот все-таки, как вы думаете, без чего еще автомобиль, ну, точно бы не мог существовать и без чего мы его не представляем? Без водителей. Без водителей и пассажиров. Поэтому обязательно мы сегодня поговорим про правила поведения водителей и пассажиров и пешеходов, кстати, в том числе, наверное, тоже затронем. Ну, а вот по поводу коробки передач, аккумуляторов, все прекрасно понимают, для чего они нужны? Да, конечно, да. Давайте, кто может конкретно сказать про аккумулятор? По-моему, Тимур у нас как раз сказал, да? Ну, ребят, кто знает, что такое аккумулятор и для чего вам нужен автомобиль? Аккумулятор – это батарея. Батарея. Для пары, для подсветки. Для музыки. Наверняка, да? Да. Чтобы послушать в автомобиле. Что такое коробка передач? Это коробка передач? Для чего она нужна? Первая передача не на скорость все силы дает, а на то, чтобы сдвинуть автомобиль с места. Вот это да. Для переключения переднего и заднего. Если переключить шестую, то с чужой, они нифига не поедут. А вообще, сколько передач, ребят? Вот сколько передач у автомобиля нужно? Шесть. Ну, сколько я знаю. Пять. Разные, на самом деле. Вот кто-то пять, кто-то шесть. Бывают менее качественное количество скоростей, поэтому… Есть автомат, еще коробка. Да, есть коробка автомата. А знаете, чем отличается, да? Вот познание-то, вернее, название в курсе… Я ставлю. Автомат – это когда с кнопочки заводишь. Не совсем. Не совсем. Это автозапуск называется. А, ну автомат – это где передач нету, там просто вот эту штуку, там, драйв, паркинг. Ну, вот. Ну, современная молодежь. Алексей, а как вы хотели? То есть тут совершенно бесполезно уже им там пытаться это объяснять. Они это сами все видели. У родителей наверняка автомобилей тоже. Итак, друзья, давайте мы задаем много вопросов здесь в студии. Давайте задаем вопрос из студии нашим зрителям. Кто готов? Слушателям. Ну, давай. Дима, ты сегодня у нас прям жжешь, поэтому можешь задавать первый вопрос. Ребята, не волнуйтесь, мы все вопросы обязательно ваши тоже зададим. В мире существуют страны с правосторонним и левосторонним движением – автомобилей. В Европе большинство стран с правосторонним движением. К этому большинству в 1969 году присоединилась одна из европейских стран, где теперь тоже правостороннее движение. Что это за страна? Варианты ответа. А. Ирландия. Б. Великобритания. В. Швеция. Г. Мальта. То есть ты прям дал варианты. Я так понимаю, зритель, слушатель должен будет просто назвать правильный вариант. То есть ты им подсказал максимально. Ну, Дим, спасибо тебе большое за вопрос. Я надеюсь, наши слушатели, наши зрители обязательно на этот вопрос ответят. И в ближайшее время, напоминаю, телефон в студии 211-101. Алексей, вернемся к вам. И к вам, Наталья, вы у нас эксперты, вы у нас люди, которые сегодня как раз-таки должны пролить свет. Правильно ли все знают у нас юные открыватели, так ли они подкованы в этом вопросе. Ну, и понятное дело, вот, относительно устройства. Что, может быть, ребята сказали не так по поводу коробки передач, по поводу аккумулятора. Может быть, еще какие-то важные детали, а не важные узлы и агрегаты автомобиля они забыли, о которых нужно обязательно сказать. Алексей, ну, наверное, к вам все-таки, как к мужчине. Наталья, простите еще раз. У нас есть еще, кроме коробки передач, у заднеприводных мост, в котором дифференциал. Вот, ребят, знакомое вам слово? Мост, дифференциал. Ну, мост, да, это каменный мост через реку. А в автомобиле мост это что? Кто в курсе? Ну, задний мост, понимаете, то есть передний мост и задний мост. Может быть, это... Мост обычно что делает? Он же что-то соединяет, да? Да. То есть он является связующим каким-то звеном между двумя берегами. А в данном случае что он может соединять? Как вы думаете? У нас... Конечно. А у нас звонок. Друзья, уже звонок сразу. Дим, принимай. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алина. В какой вы школе учитесь? 22-й. Сколько вам лет? 8. Понятно. Хотим услышать ответ на вопрос? А повторите, пожалуйста, ответы. Ирландия. Великобритания, Швеция, Мальта. Великобритания. Неправильный ответ, к сожалению, неправильный. Дим, давай, это первое... Во-первых, девочка дозвонилась, поэтому давай будем делать маленькие бонусы, скидки. Ну и вообще просто будем добрыми сегодня. День автомобилиста. Может, Мальта. Маленькую подсказку, Дим. Нет, тоже не Мальта. Давай, у нас сегодня третий... Третий, третий... Ну раз уж надо четыре варианта, мы будем выбирать из всех. Какой еще вариант? Мы дойдем до правильного ответа. Бог любит троицу. Повторите еще. Ирландия, Великобритания, Швеция или Мальта? Остались. Вот Мальта и Великобритания уже отпали. Да. Швеция. Правильно, вот это уже правильно. Умница, Алина, мы вас поздравляем. Вы готовы получать права в будущем? Планируете сесть за руль? Да. Ну, слава Богу, мы надеемся, увидим вас потом еще и на дорогах. Дима сразу как это закатил глаза. Нет, нормально все, не волнуйся. Она-то будет ездить по дороге с левосторонним движением, с правосторонним. Поэтому все будет хорошо. Расскажем за эфиром, как забрать подарок. Кстати, подарок какой будешь выбирать? У нас подарки мы так и не озвучили. Миша, что у нас есть? У нас есть книги. Энциклопедия легковые автомобили, 6+. Энциклопедия техника и транспорт, 6+. Энциклопедия автомобилей для ребят от 6 лет. Виктория Шваб. Темный оттенок магии, 12+. Фред Адра. Лис Улисс и Клад Саблезубых, 12+. И Дейзи Медоуз. Ежонок Эмилии или Корона для умницы, 0+. Ещё у нас есть приглашение. Приглашение на две персоны на спектакль «Горячая история» номер 1 в театр «Кукол» на 11 ноября в 14.00. Ой, мой день рождения прямо. Приглашение на двоих в КТКФ «Зоки». Приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Подарочный сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки «Практикс Метод». Алина, как ты понимаешь, и здесь тебя ждёт выбор. Большой. Причём достаточно большой. Батутный парк выбираешь, да? Да. Всё, замечательно. Как забрать билеты, мы расскажем тебе за эфиром, поэтому не вешай трубочку. Спасибо тебе большое за ответы. И мы сразу давайте зададим вопрос. Миш, давай твой вопрос сразу, чтобы было двигаться дальше. Кто создал и запонсетовал первый автомобиль? О, классный вопрос. Как раз-таки касается первого автомобиля. Если знаете ответ, звоните по телефону 211-101 к нам в студию. Миша вам поможет, если что, так же, как и Дима. Легко и непринуждённо. А можно мне ответить на этот вопрос? Нет. Давайте, если возможность, всё-таки нашим телерадиослушателям. У меня есть немножко похожий вопрос. И когда? Да, в каком году был оформлен первый патент. Слушайте, это два разных будет ответа, поэтому можете, в принципе, двое даже дозвонившихся. Если кто-то один ответит и на тот, и на другой, значит, получит большой подарок. Если это будут два человека, мы будем рады принять оба ответа. Правильно, да, Тима? А можно мне ответить на один, пожалуйста? Эх, Дим, я понимаю, как тебя сейчас поднимают. Поверь, мы бы тоже хотели ответить с Алексеем, вот и с Натальей. И мы бы тоже хотели получить подарки. Ну, мы тоже знаем. Я хочу получить подарок. Давай, Дима, оставим всё-таки возможность нашим уважаемым слушателям ответить самим. Печалько. Я думаю, может быть, от гостей потом будет какой-то вопрос, на который ты с лёгкостью сможешь ответить и продемонстрировать свою эрудицию. Давай так договоримся, окей? Зададите мне вопрос. Зададим. Ну, а пока давайте будем задавать вопросы как раз-таки нашим экспертам. Ну, вот, раз уж упомянули там задний мост, как вообще колёса-то как раз в движение приводится? Кто знает, ребята? Вот за счёт чего? Ну, то есть, понятно, двигатель каким-то образом приводит движение в колёса, да? Мы все это понимаем? Поршень, инерция. Вот, вот сейчас начались уже там сомнения какие-то, догадки. Алексей, рассказывайте, что же с помощью чего колёса начинают крутиться, вращаться? Ну, у нас колёса начинают крутиться за счёт вращения коленвалов, валов, а всё первоначально начинается с возвратно-поступательного движения поршней в цилиндре. То есть, стакан в стакане ходит, и с помощью коленвала это преобразовывается в вращательное движение. Коленвал? Я даже не знаю, как это объяснить. Я вот его зрительно представляю, как объяснить это малашим. Он был изобретён ещё арабом в 13 веке, арабским изобретателем. То есть, представляете, в 13 веке появилось то устройство, которое мы используем до сих пор и которое успешно работает. А зачем арабьёв изобрёл? А зачем арабьёв изобрёл? Вот, кстати, да, хороший вопрос. Зачем он нужен был арабам в то время? Ну, изобретателям надо было воду перекачивать. То есть, сначала немножко другие цели-то были, да, у коленвала? Ну, он и не железный был, соответственно. Или деревянный? Ну, да, там… Вероятнее всего, да. Вероятнее всего. Зелезо позже пошло уже и стали делать это. И в двигателе как раз вот эти вот колена у валов стали использовать для перехода. Это работы поршня возвратно-поступательного вращательного. Вот, слушайте, ребята и уважаемые эксперты, у меня вопрос к вам. Вот, если сможете ответить, наверное, будет вообще здорово. Смотрите, ну, мы примерно представили, да, ввиду ограниченности времени, что вот есть двигатель, есть там аккумулятор, коробка передач, есть коленвал, есть мост, есть колёса у автомобиля, и вроде как он должен двигаться. А вот он точно будет двигаться, если все эти составляющие будут в сборе? Точно он поедет? Нет. Или всё-таки нужно что-то ещё? Бензин. О, про бензин заговорили, да. То есть, как всё-таки двигается-то автомобиль? Топливо. За счёт чего он двигается? За счёт чего они едут? Топливо. Топливо бывает уже разное. Сейчас уже не только на бензине. Какие ещё виды топлива знаете? Дизель. Газ. Солярка, ну пусть будет так, да? Дизельное топливо. Дизельное топливо, это оно и есть. Что ещё? На чём ещё? Газ. Электрический. Да, есть электродвигатели. Там по-другому. Да, электродвигатели там по-другому. Там вращение просто, чисто вращение. А какие? А виды топлива ещё? Виды топлива? А, один учёный изобрёл топливо на грибах и ему дали премию резиной галоши. Ну, насколько я знаю, сейчас альтернативных видов топлива очень много. Стараются там всё, что вот утилизируемое, пытаются превратить в какой-то источник энергии, в том числе в вид топлива. Это как? Скоро будем ездить на картофельных очистках. Не удивлюсь. Это как? Это как? Фильм «Анад в будущее» про мистер Дарлик или как там он назывался. Такой белый прибор, там раньше нужно было плутония. Который, да, профессор изобрёл. Да. И вот он как раз слетал в будущее. Отходы туда. Да-да-да, он весь мусор скидывал. Я думаю, это было бы вообще здорово, тогда как раз не пришлось бы вот эти свалки устраивать, перерабатывающие заводы. Тоже, или как вот, просто классно, трактор Митя, который работал, тоже ему тогда суп заливали, винегрет. Есть, есть ответ, Миш. Не знаю, чей твой или Тимура будет сейчас вопрос всё-таки. Кем был запатентован и когда? Вот такой у нас был. Итак, принимайте, Миша, давай начнём с тебя. Привет. Здравствуйте. Как? Меня зовут всего, мне 11 лет, я учусь в школе. Ну и ответ на вопрос. Карл Бенц. Правильно. А в каком году, не знаешь? Это уже другая история, да? Но Тимур готов будет тебе подсказать, помочь? Или может быть у тебя уже есть ответ всего по поводу года, когда был вот этот патент получен? Ну, в любом случае, давай, не будем тебя долго испытывать на прочность. Сева, выбирай подарок. Я надеюсь, ну, мы немножко только ещё раз повторим, да, Миш, что у нас там, книги, билеты есть? В 1889 году. В каком? В 1889 году. Тимур? Ну, немножко неправильный ответ. Патент был оформлен в 1906 году. Нет, в 1896. А, в 1896, извиняюсь. Так что правильно он сказал? Нет. Ну что, получается, Сева, Сева, понимаешь, ты даже здесь, на студии, сумел сейчас ввести в некоторое сомнение, то есть у нас уже появились споры между юными открывателями и экспертами, это здорово. Поэтому, Сева, выбирай подарок, какой тебе нравится. А, можете повторить без билетов? Куда есть билеты, Миш, ещё остались? Билеты. Марио у нас уже ушёл где-то. Приглашение на две персоны на спектакль «Горячая история номер один» в театр «Кукол» 11 ноября в 2 часа дня. Приглашение на двоих в КТ-кафе «Зоки». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнати и подарочный сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки «Практис-метод». Итак, твой выбор. Тяжело, я понимаю. На индивидуальное занятие. На индивидуальное занятие. Замечательно, отличный выбор. Сева, опять же, за эфиром расскажем тебе, как получить подарок и всё, что нужно для этого сделать. Спасибо большое. Кстати, у меня есть вопрос на тему фильма «Назад в будущее». Как называлась машина из фильма «Назад в будущее»? Отлично. А можно мне ещё задать вопрос? Давайте два, потому что тема благодатная, мы уже об этом говорили. Давай два вопроса. Итак, первый ещё раз, Тимур, повтори, пожалуйста. Как называлась машина из фильма «Назад в будущее»? А можно мне ответить? Марка автомобиля. Нет. Мы с тобой уже договорились сегодня, только на вопрос от эксперта. Теперь твой вопрос, Дима. Да. Автомобиль с каким двигателем впервые в 1899 году развил скорость более 100 км в час? В каком году? В 1899-м. В 1899-м. В 1899-м. Давно. То есть это более века тому назад. Развил скорость более 100 км в час. С каким двигателем? Ну, сейчас с этой скоростью никого не удивишь, а в то время это, конечно, была космическая просто какая-то скорость. В общем, друзья, ребята, отвечайте на вопросы Тимура и Димы. Звоните по телефону 211-101 к нам в студию. Это было первое нарушение ПДД, да? Да. Ну, уже тогда было, да. Задайте опрос, пожалуйста. Мы по правилу как раз дорожного движения обязательно тоже вернемся к ним еще. Сейчас вот мы обратим внимание на то, что у нас есть прямо в студии, потому что вот эти механизмы, они даже меня смущают несколько. А уж ребята должны подавно заинтересовать. Итак, 211-101, отвечайте, звоните, будем рады вручить вам подарок за правильный ответ. Ребят, кто знает, вот не читайте, попробуйте не читать, я-то у меня перед глазами все, что здесь находится, а вы, попробуя не читать, вот что, как вы думаете, находится рядышком с Алексеем? Что же это такое? Я не знаю. Мне кажется, это какая-нибудь система охлаждения или что-нибудь типа того. Это вот это? Компрессор или... А почему ты решил, что это система охлаждения? Ну, вот тут вентилятор есть. Увидел вентилятор? Часть вентилятора? Молодец. Да. А вы машину разобрали, что это все принесло? Специально для вас. Спасибо. Причем самую дорогую. Бугатти разобрали вот прямо и здесь. Да нет, у Бугатти... Система охлаждения для чего нужна, Алексей? Вот у нас уже просто есть ответ буквально в нескольких словах. Для чего нужна система охлаждения? Это еще один важный агрегат в автомобиле. Что вообще охлаждает? Когда двигатель работает, происходит воспламенение смеси, она горит, выделяется тепло. Дальше, детали трутся друг от друга, опять при трении выделяется тепло. Это тепло надо отвести от двигателя, чтобы он не встал, не заклинил. Поэтому и приспособили систему охлаждения. В блоках двигателя есть рубашки, в которых залита охлаждающая жидкость. А чтобы еще не перегревался, поставлен насос, чтобы эту жидкость гонял, и охладитель. То есть мы его сейчас называем радиатор. А как жидкость называется охлаждающая, кто знает? Вода. Охлаждающая жидкость, так и называется. Вот, да, дальше... А, подзыв... Как называется это? Может быть, то, что мы заливаем в капот машины? Под капот. Ну, под капот, да. Ну, раньше заливали воду, да, я согласен. Теперь что мы заливаем? Специальные жидкости сейчас есть. Какую-то штуку такую красную заливаем. Не обязательно красную. Она бывает еще голубенькая иногда. Ну, это... Ну, заливая... На буковку Т называется. Мы не знаем. Или на буковку А. Или на буковку А, да. То есть и то и то название. В общем, запоминайте новые слова. Очень рада, что ковина. Такая вот канистра с такой красной или голубоватой жидкостью. Тасол, запомните? Тасол. Точно тасол. И антифриз. И антифриз. Все, видите, все знали, просто забыли. У нас есть просто уже давно ответ. Мы должны были про систему охлаждения все-таки все сказать. Но теперь возвращаемся к нашему слушателю. Я приму. Принимайте. Здравствуйте, как вас зовут? Сколько вам лет? И в какой школе вы учитесь? Меня зовут Андрей. Я живу в 61-й школе. Мне 9 лет. Так, на какой вопрос вы хотели бы ответить? Ну, какой-нибудь. Вопросов два было. Первый вопрос был, как назовите марку автомобиля, который снимался в фильме «Назад в будущее». Правильно, Тимур? Ну, название. Да, название прям. И второй вопрос был от Димы. В каком году, вернее, в 1899 году какой автомобиль развил скорость больше 100 км в час? Можно мне ответить на второй вопрос? Да, можно. Электрический двигатель на аккумулятор. Правильно, электрический двигатель, да. Угадал. Не угадал, он знал. Вот там даже звучат аплодисменты в адрес правильно ответившего нашего гостя, зрителя, слушателя. Спасибо большое. Что выбираешь? У нас есть замечательные книги, кстати, про автомобили. Вот советую обратить на них внимание. А что еще есть? Ах как. Книги читать никто не хочет. Миша, расскажи еще, что у нас осталось. Приглашение на две персоны на спектакль «Горячая история номер один» в театр «Кукол» 11 ноября, два часа дня. Приглашение на двоих в КТКФ «Зоки». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. А можно на семейное посещение? Семейное посещение. Собачьей деревни Махнатия. Собачьей деревни Махнатия. Правильно мы понимаем? Да. Все. Замечательно. Билеты уже твои. Спасибо большое за ответ. За эфиром. Узнаешь, как забрать твой подарок. Продолжаем. А задайте вопрос, пожалуйста, какой-нибудь мне. Дима, подожди. Сейчас мы напомним нашим слушателям вопрос Тимура и телефон еще раз, по которому можно дозвониться. Итак, еще раз вопрос. Как называется машина из фильма «Назад в будущее»? Все. Дима знает. Если никто не ответит, тогда назовем. И Миша знает. Да мы все тут знаем. Но очень хочется, чтобы ответил кто-то, кто не находится сейчас в студии. Итак, звоните 211-101. Дорогие друзья, очень хороший вопрос. Очень хорошие подарки. Ничего сложного нет. Звоните. Родители, если что, помогайте. Мы, в принципе, радуем, если вы там будете совместными семейными усилиями все это, собственно говоря, делать. Продолжаем. Что вот здесь? Там, может быть, вы уже разобрались. Что вот здесь представлено? Кто в курсе? Не, не, не читайте. Не подглядывайте. Попробуйте вот так, навскидку, только увидев детали механизма. Итак, Дима, твой вариант. Это система освещения фар? Нет. Тимур, Миша. Бенсенс. Вот тут точно фары. Тормоза. На самом деле тут не фары, тут один фонарь, очень важный. Он красного цвета. Это что за фонарь? Тормозная система. Тормозная система. Красавцы просто. А, вот говорят, подрезать тормоза. Вот эту штуку перерезают, да? А вот сейчас нам Алексей как раз и расскажет. Алексей Петрович, давайте уточняйте, что же здесь такое представлено? Из чего состоит тормозная система? Основные какие детали? Там уже потому что есть ответ, поэтому опять же придется очень быстро. Да? Да. Ну, здесь представлена тормозная система стандартного автомобиля. Это рабочая тормозная система, то есть система, когда мы нажимаем на педаль тормоза, машинка должна останавливаться. Разогнать мы, разгоняем двигатель, останавливаться она все равно должна. Состоит вакуумный усилитель. Это вот он? Да? Нет. Вот он нарисованный. А, он нарисован еще. Да. Он слишком большой. Для чего он предназначен? Он предназначен для уменьшения усилия нажатия на педаль тормоза водителем. Чтобы нам не вжиматься в спинку, не давить на большой скорости педаль тормоза. То есть он как бы дополняет движение наших ног. Усиливает. Усиливает. Да. Дальше главный тормозной цилиндр, который распределяют по цилиндрам колесным жидкость тормозную. И, соответственно, сами тормоза. Задние у нас барабанные, но сейчас все больше и больше задние ставят дисковые. Передние у нас идут дисковые тормоза. Все равно лучше зажимать диск между поршнями и между колодками, чем колодки разжимать и прижимать барабан к диску. Эффективнее торможение. Угу. Ну, говорят опять, что тормоза придумал слабый, но это все не нужны. Нет, конечно, без тормозов, как вы понимаете, наверное, вообще невозможно двигаться. Слава богу, что тормоза есть, и самое главное, чтобы они всегда были исправны. Да. Задним ходом. Знаете, как новый сериал вышел? Задним ходом, если ты немножко не рассчитаешь, если у тебя лето, ты можешь разорвать коробку передач. Про тормоза, там говорили, тормоза придумали трусы. Ну, в общем, кто придумал тормоза, трусы или смельчаки, мы так и не узнаем никогда, я все-таки за вторую позицию, потому что только смелый человек может вовремя затормозить, а потом двигаться дальше. А у нас есть, кстати, ответ на вопрос. Итак, принимай, Тимур, это твой был вопрос. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу представиться. Меня зовут Рита, мне 14 лет, я училась в семидесятой школе. А, ну, Рита, это наш давний уже гость, ну как, слушатель. Который постоянно звонит, это здорово. Давай, отвечай. Делорен ДМС-12. Как еще раз? Делорен ДМС-12. Правильно. Абсолютно точно, абсолютно точно назвали, да, Тимур? Да, Делорен. А знаешь ли ты, уважаемая наша гостья, наша слушательница, выпускается у тебя автомобиль или нет до сих пор? Наверное. Наверное, нет, да. Это вот, к сожалению, автомобиль, который… Нет. Там завод обанкротился, сейчас его выкупили. Да, то есть сейчас просто этого автомобиля не найдешь, если только где-то в частных коллекциях… Автомобиль легенды. Да, автомобиль легенды. А в чем еще он легендарный, кроме того, что он снялся в этом фильме? Из чего он был сделан? Вот кто знает особенности… Он сделан был из… из какого-то дорогого металла вроде. Нет, он не из дорогого, как раз из простого был металла, поэтому у него цвет был такой соответствующий. У него цвет очень хороший. В общем, мы об этом поговорим чуть позднее. Давайте все-таки дадим подарок. Правильный ответ прозвучал. Но мы вновь всячески стараюсь, как старший товарищ своих соведущих, намекнуть, что книги очень хорошие. Поэтому обратите на них внимание. Если вам хочется почитать классные книжки, выбирайте. Миша, напомни, какие, пожалуйста, есть книги. Энциклопедия «Легковые автомобили» 6+, Энциклопедия «Техника и транспорт» 6+, Энциклопедия «Автомобили» для ребят от 6 лет, Виктория Шваб «Темный оттенок магии» 12+, Фред Адра «Лис у Лис и Кладца близубых» 12+, и Дейзи Медоуз «Ежонок Эмили» или «Корона для умницы». Очень много всего прозвучало. Может быть, не сразу все воспринялось, но вдруг... Предпоследнюю. Предпоследнюю. Все отлично. В общем, более подробно автора и название этой книги мы расскажем за эфиром и в том числе, как можно будет этот подарок забрать. Спасибо, Тимур, за вопрос. Ребят, давайте перед тем, как мы уйдем на перерыв, зададим еще один вопрос. Миша, готов? На заводе какой фирмы был создан первый автомобильный конвейер? Все, отличный вопрос. Друзья, мы уходим на небольшой перерыв, но обязательно вернемся. Звоните нам по телефону 211-101. Автомобиль! 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 Папа купил автомобиль! В доме волнение, шум, удивление, это не сказка, а быть. Где-то за городом очень недорого Папа купил автомобиль! С трескнутой парою с дверцами старыми Века прошедшего стиль! Где-то за городом очень недорого Папа купил автомобиль! Эй, прохожий, будь осторожен! Не покидай бротуар! Посторонитесь, поберегитесь! Едет необычный экземпляр! Кузов поношенный, весь перекошенный, Годный скорей на утиль! Где-то за городом очень недорого Папа купил автомобиль! Ну что ж, дорогие друзья, недолгим было наше расставание, мы вернулись, немного тут отдохнули от обилия информации и в том числе от информации непосредственно про автомобиль! Мы обязательно еще продолжим тему истории возникновения автомобиля! Может быть какие-то вспомним фамилии? А кстати, ребят, какие известные фамилии вы знаете, связанные с автомобилями? Ну кроме вот Бенса, которого уже назвали? Форд! Форд, конечно! Еще? Ламборджини! Феррари! Энце Феррари! Энце Феррари, все знают! Ламборджини! Ламборджини! А вы знаете, что Крайслер это тоже фамилия? Знаете такую автомобильную марку? Деориан, по-моему, это тоже фамилия. Вот здесь утверждать не берусь, но вероятно, вероятно, есть какая-то доля правды в этом. А вы знаете, что Мерседес это женское имя? Да, Мерседес. А чье? Это дочь? Это дочь Бенса. Ну, короче, это дочь. Наших ребят не проведешь на Микини, они знают абсолютно практически все. Ну, это дочь изобретания для Мерседеса. Это дочь Даймлера. Дочь Даймлера, это были два партнера на самом деле. В 26-м году Даймлер и Бенс объединились в одну корпорацию. Концерт, да? Отсюда пошла Мерседес-Бенс. Итак, вот мы немножко как раз тут подискутировали опять же на тему имени дочери Даймлера или Бенса все-таки. А у нас уже есть ответ. Ответ на вопрос Михаила. Миша, принимай. Привет. Дим, секундочку. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Витя. Мне 8 лет. Я учусь в 70-й школе. И на заводе какой фирмы был конвейер первый? На заводе «Форд». Правильно, правильно. Какой приз ты бы хотела получить? Приглашение или книгу? Приглашение. Давай мы тогда приглашение тебе. Миша, выбирай, какое приглашение Вите подарим. Как считаешь? Можно мне билеты? Билеты в театр. Правильно я понимаю? Да. Все замечательно. Вить, отличный выбор. Все опять же за эфиром тебе расскажут, как забрать и вместе с родителями сходишь на этот замечательный спектакль. Продолжаем. Тимур. Так, у нас два вопроса было уже от Димы. Два вопроса от Миши, от Тимура был пока только один, насколько я помню. Вопрос такой официальный. Давайте, у кого есть хороший вопрос, задавайте, чтобы сразу был ответ. Да. Вопрос. Еще тут у меня длинная предыстория, но я задам ее. Я расскажу после вопроса. Так. Секундочку. Вопрос. Что производил в своей мастерской Ламборджини для производства автомобилей и что производится с успехом до сего времени? Предыстория. В Италии существуют две легендарные марки спортивных автомобилей. Феррари и Ламборджини. Это было два владельца мастерских. Феррари был первым, стал производить спортивное авто в своей мастерской. Ламборджини приобрели... Димочка, я тебя на секунду прерву. Давай мы сейчас четко скажем вопрос, чтобы можно было уже дозваниваться, пока ты читаешь предысторию. Что производил в своей мастерской Ламборджини до производства автомобиля. И что производится с успехом до сего времени. То есть, Ламборджини под этим брендом производится до сих пор какой-то другой продукт, не автомобиль. Да. Итак, друзья, отвечайте на этот вопрос. Звоните по телефону в студию 211-101. Ага, может так. Ламборджини, приобретя автомобиль Феррари, остался недоволен его качеством и пришел к Феррари жаловаться. На что получил высокомерный ответ. Нечего критиковать, если не можешь сам построить лучше. Ламборджини очень обиделся. Вернулся в свою мастерскую и построил автомобиль лучше, чем у Феррари. У Феррари. Вот. Вот это интересное замечание. Ребята, давайте вам знакомы с той и с другой маркой. Как вы считаете, какой автомобиль круче такой? Чисто мальчишеский вопрос. Кто круче, Ламборджини все-таки или Ламборгини, или Феррари? Феррари. Ламборджини. Вот до сих пор эти мнения. Представляете, весь мир до сих пор, мне кажется, отвечает на этот вопрос. И примерно 50 на 50 разделились. Потому что кому-то хочется Ламборджини Мурсилага, а кому-то Энце Феррари вот хочется прям получить или Феррари в 50-е гонять по городу по нашим дорогам. Я Феррари хочу больше. Ну вот. А цвет какой лучше для спортивного автомобиля? Желтый или красный? Красный. Бордовый. Еще веселее вопрос. Красный? Бордовый. Ну, в общем, наверное, все-таки вообще зеленый. Наталья, еще раз добрый день. Вводим в нашу беседу мужскую, замечательную девушку, которая у нас сегодня в гостях. Прекрасная половина человечества за рулем и рядом с ним. Причем не просто прекрасная половина, это руководитель автошколы Вятского государственного университета Наталья Солодянкина. Наташа, вы же прекрасно понимаете, почему вы сегодня в студии. Потому что автомобили, как это ни печально, являются еще и повышенным источником опасности. Несмотря на то, что мы без автомобиля жизнь не представляем, ездим на нем постоянно, и автотранспорт плотно вошел в нашу жизнь. Но есть правила, которые ограничивают и движение автомобилей, и регулируют деятельность пешеходов. Вот, что обязательно нужно нашим юным друзьям помнить всегда? Какие правила самые основные, самые важные, на ваш взгляд? Самые важные правила – это внимательность. Без внимательности, значит, ты попадаешь в опасность. Внимательность. Да, Дим, у тебя тоже какой-то вопрос? У меня интересный факт есть. Факт? Про правила? Не про правила, не совсем. Про автомобили. В год в автомобильных авариях погибает больше народу, чем за боевые действия в Сирии. Вот, то есть это как раз-таки факт. Да, конечно. Наверное, как раз-таки по причине элементарного несоблюдения или незнания правил дорожного движения. Да. Ребят, скажите честно, это к вам вопрос, только честно сейчас отвечайте. Всегда ли вы переходите дорогу по установленному пешеходному переходу? Нет. Нет. Ну, где он есть, то по нему перехожу. Да, ну, по крайней мере… А где его нету? Где его нету? Или если он рядом, то я по нему, а так налево-направо и перехожу. Налево-направо и перехожу. Ну, вот я не знаю даже, стоит ли тут сильно жюрить наших ребят. Не жюрите, а жюрите. Родителей жюрить. Надо, конечно, все-таки, наверное, родителей, да. Ну, что уж греха таить, мы сами родители и тоже иногда нарушаем правила. Это не очень правильно, наверное, говорить в эфире. А вы нарушаете? Ну, нарушали, по крайней мере, поэтому… Это провокационный вопрос, Дима. Наверное, сложно сейчас будет на него сразу вот так сходу ответить, смотря какие правила и смотря в какой ситуации, но все-таки правила стараться нужно не нарушать, это однозначно. Есть просто правила, которые, ну, вот… Наверное, не то, чтобы можно нарушить, не то, чтобы можно нарушить, нарушать ни одно правило нельзя, это однозначно, а то они и созданы. Просто бывают ситуации, когда, к сожалению, наверное, во избежание более каких-то серьезных последствий приходится что-то вот в какой-то момент обойти или нарушить. Ну, надеюсь, что таких ситуаций в вашей жизни будет все меньше и меньше с каждым годом, и вы будете все внимательны, особенно, когда сами станете уже полноправными автовладельцами автомобилистами. Вот еще тоже интересный факт. Тоже вспомнил. Нам рассказывали в школе, но, по-моему, насколько я помню, было не в Кирове, но по мосту ехала машина, и на этом же мосту переходила старушка в неположенном месте, и автомобилист, чтобы ее спасти, резко свернул и упал в реку. Ну, таких фактов, наверное, можно за историю автомобильного движения вообще и жизни с автомобилями. Потому что встает выбор или спасать пешехода, или спасать тех, кто в автомобиле. Да, но старушка выжила. На самом деле, а вот, ребята, знаете, какая на самом деле, вот, я думаю, эксперты со мной полностью согласятся, да, это факт, в данной ситуации как раз таки водитель автомобиля поступил абсолютно правильно, то есть по правилам. То есть, несмотря на то, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, в неположенном, все равно водитель, как опять же человек, который находится за рулем средства повышенной опасности, он все равно должен максимально минимизировать вот эти все риски и сохранить жизнь пешехода. Насколько я знаю, автомобилист умер, когда упал в реку на автомобиле. Ну, давай, печальная история, мы все-таки сегодня затрагивать не хочется. Воскресенье, утро. К сожалению, да, еще раз напоминаем и юным слушателям, и вам, ребята, и родителям, да и самим себе мы всегда должны напоминать, что действительно автомобиль, несмотря на то, что это уже не роскошь, а средство передвижения, неотъемлемая часть нашей жизни – это повышенный источник опасности. Вот минимизировать риски – это правильно, это хорошо. Сейчас ведь наверняка еще помимо того, что есть правила, есть еще и сами по себе системы в автомобиле, которые помогают обезопасить и пассажиров, и пешеходов. Правильно? Какие вот системы, наверное, такие самые актуальные сейчас? В автомобиле это, скорее всего, ремень, а для детей это детское устройство. Вот тоже не забывайте, что до определенного возраста, к счастью или к сожалению, ребята, нужно ездить только в кресле, да, в специальном удерживающем, либо со специальным удерживающим устройством. Это тоже важный факт, но плюсом есть, что еще, какие средства безопасности есть в автомобиле для пассажиров? У некоторых подушки безопасности. Это подушки безопасности, да. Не у всех, сколько я знаю подушки безопасности. Не у всех. К сожалению, не у всех. Каркас машины тоже, если ты куда-нибудь режешься, если ты на мотоцикле едешь, на машине это разные вещи. Ну конечно, да, есть даже специальные краш-тесты, так называемые. Знаете, да, видели, когда манекен разгоняет машину на определенной скорости, он в лобовое столкновение, и вот как раз таки каркас, подушки безопасности, как работает. А знаете ли вы системы, которые есть для обеспечения безопасности пешеходов в автомобиле? Слышали о таких? Поворотник. Ну сигнал, на самом деле сигналы, сигналы. А, бибикалка. Сигналы, в том числе звуковые, это тоже хороший способ обезопасить. Но кенгурин скорее наоборот, наверное, пешеходу не поможет. Это нет, он противопоказан, так сказать. А вот по поводу кенгуринов, вы знаете, в начале 20-го века в Европе было придумано классное устройство. Ну тогда автомобили, конечно, ездили не с такой скоростью, скорость была намного меньше, но было классное устройство наподобие ковша. То есть ковш с сеткой, и он прямо крепился впереди автомобиля, то есть когда автомобиль двигался по дороге, если какой-то зазевавшийся пешеход все-таки под него попадал, то вот он падал в этот ковш с сетку и практически безболезненно продолжал там свое движение. Ну это понятное дело, маленькая была скорость автомобиля, маленькая очень. А, точно. Сел вот, можно сесть от ковша и ехать спокойно. Можно так, некоторые, наверное, так и пользовались. Такси. Какую-то часть там дистанции проезжали в этом удерживающем устройстве. Что-то у нас как-то пока не отвечает на вопрос, напомните его, пожалуйста. Мой? Да, Дим, твой вопрос. Что произойдет в своей мастерской Ламборджини до производства автомобилей? Что произойдет с успехом до сего времени? Да, дорогие друзья, до окончания программы не так много времени, поэтому, пожалуйста, успевайте дозвониться по телефону 211 стоит. Дима сегодня просто не хочет уходить с пустыми руками, поэтому, уважаемые эксперты, вопрос специально для Димы. Задайте ему какой-нибудь вопрос, Наталья. Дим, скажи, пожалуйста, с какого возраста можно ездить на велосипеде по улицам? По улицам имеется в виду по дороге или по тротуару? Вообще по улицам. Тротуар тоже именно на дороге? Имеется в виду по дороге с 16 лет, насколько я помню? Нет? По дороге, значит, с 14. А по тротуару... С 8? По-моему, не с 8, по-моему, там с 10 надо ездить на тротуаре. И тут с сопровождением родителей. Да. То есть по тротуару на велосипеде. Запомнили все. Дима молодец. Давайте Диме поаплодируем. А для физики? Хотя первый ответ, Дима, вспомнил. Да, да, да. Был 16 лет. Вспомнил. Ну да, мы же допускаем подсказку. В общем, мы придумаем, что тебе подарить Дима. А можно я саму выбрать? Мы потом обязательно подумаем. Давай еще один вопрос тогда задим. Может быть, вопрос про Ламборджини и его занятие помимо автомобилей достаточно сложный. Может быть, не сразу. Ребята находят ответ. У кого есть вопрос попроще, ребят? Давайте. Ну, оба. Три вопроса у нас будет сейчас в эфир. Давайте я тогда первый. Угу. Какая самая быстрая машина в мире и какую скорость она способна развить? Вопрос интересный, потому что здесь можно даже немножечко поспорить. Может быть, там какие-то новшества, о которых мы не знаем. Поэтому, друзья, звоните. Любой ответ относительно скоростных, быстрых автомобилей мы примем. Миша, еще твой вопрос. Какое прозвище было у самой выпускаемой модели? Форда? Форде? Ох как. Тоже классный вопрос. Да. Итак, вопрос про американский автомобиль, вопрос про автомобиль европейский и вопрос про автомобиль тоже европейский. В общем, ребята, отвечайте на любой из этих вопросов, получайте подарки. Телефон в студии у нас не изменен. 211-101. Наталья, продолжим. Как вы оцениваете ситуацию с, ну, просто с соблюдением правил дорожного движения? И вообще, как сами водители, которые прошли, кстати, обучение, допустим, в автошколе, насколько хорошо они потом соблюдают правила? Есть ли гарантия того, что, пройдя обучение в автошколе, получив права, водитель будет правила соблюдать? И насколько в вашей школе за этим следят? В нашей школе за этим следят очень строго. Мы хотим, чтобы наши кандидаты... Да, кстати, вот, если кто забыл, Алексей Ванеев, да, еще один наш гость, это преподаватель и инструктор непосредственно автошколы Вятского госуниверситета. Чтобы наши кандидаты не попадали в аварийные ситуации, поэтому все строго. Теория, автодром, город, мы принимаем и школьные экзамены и в автошколах существуют, потому что если мы не проведем школьные экзамены, мы их не допускаем до ГИБДД. В ГИБДД у нас главный экзамен, там у нас инспектора уже принимают экзамены и потом выдают только водительское удостоверение. Мальчишки, готовьтесь, если будете сдавать на права... Я не знаю, сколько сейчас билетов в тесте, в экзамене вообще, в принципе, билетов... Билетов существует 40, в каждой билете по 20 вопросов. Да, то есть, представляете, 800 вопросов вам нужно будет подготовить, 800 различных ситуаций дорожных, которые нужно будет изучить, проанализировать и запомнить. Это сейчас готовит вас к тому, чтобы вы начали учить билеты, а не правила. А вы нам дадите? Нет, я имею в виду, что 800 билетов это как экзамен, а правила, я думаю, они и так уже должны учить. Ну, тогда правила, знаешь, билеты решаются на раз-два. Для этого, наверное, в школе... Кстати, в школах ведь сейчас есть у вас основы какие-то безопасности дорожного движения? Проходите? К нам приходила тетя в погонах и рассказывала... Представитель ГИБДД как раз. Два раза. Представитель ГИБДД. Ну, они рассказывают, в основном, такие, наверное, самые базовые правила, их еще достаточно много, помимо того, что рассказывают в школе, поэтому не стесняйтесь, изучайте правила дорожного движения, ну, а потом, да, действительно, билеты будут сдавать проще, но просто все равно я как представлю вот эти 800 билетов. Вопрос. Как много... У нас уже есть ответ на вопрос? Нет еще пока. Вопрос давайте тогда от вас еще. Тоже мне? Нет, это уже будет зрителям. Вот четвертый вопрос. Ты себе в ударе. Вопрос очень легкий, потому что все знают даже с трех лет, сколько имеет сигналов светофора. Что такое? Я хочу вопрос ответить, дайте, пожалуйста. Дим, ну давай мы кому-нибудь дадим. Есть сразу три руки. Нет. Давайте все хором. Три сигнала светофора. Какие? Красный, желтый, зеленый. Молодцы. Молодцы. Давайте тогда вопрос послушнее. А есть еще раз белолунный сигнал светофора? Это где? На железнодорожных переездах. Да, правильно. ЖД переезды. Полосы для маршрутных транспортных средств. Для трамваев белолунных. Забываю. Дима просто видел трамвай вообще в жизни своей? Не видел трамвай. Нет. У них светофор выглядит совсем не так, как обычные светофоры наши. Он такой треугольный. И на нем белолунный сигнал одного цвета. То есть там цвет не меняется, там просто разная последовательность. В общем, много еще чего нам предстоит изучить. Вопросы мы задали. Осталось только услышать правильные ответы. Много ли девушек, вот Наталья опять вернемся к этой теме, много ли девушек сегодня приходится давать на права? Ребята, у вас есть знакомые девушки, женщины, которые водят автомобиль? Мама. Мама? Ну, мама сейчас, наверное, практически у всех, да? Только мама и все. А как часто мама за рулем? Нет. Постоянно свой автомобиль или папа периодически разрешает порулить? У нее есть иство, и папа разрешает. Все понятно. Точнее, оба ее уже, наверное. Наталья, а вот на вашей практике как часто? Ну, в данное время сейчас у нас в автошколе обучается 70 на 30, 70 у нас девушки. 70% это девушки, 30% мужчины, ребята. У нас даже вот сейчас есть группа дневная, в основном у нас там мамы. Молодые мамы приходят, 10 человек, одни девушки. Чтобы в школе, чтобы в школу своих детей возили, а то бабы просыпаются. Ну, конечно, конечно. Нам папам сложнее, у нас же столько работы, у нас же столько забот о мировых проблемах, поэтому мамы, конечно, да, мамы вынуждены возить детей в школу. На чем это делать? Только на автомобиле. Ну, а по поводу успешности, сдачи экзаменов, тестов, водительского какого-то мастерства, все-таки кто опять же сильнее сейчас? Ну, так, на практике, наверное, и к вам, Алексей, и к вам, Наталья, вопрос. По правилам. По правилам, скорее всего, у нас девушки выиграют, потому что они более внимательные, более ответственные к этому. А уже в вождении, потому что, мне кажется, в крови уже у молодых людей, чтобы водить правильно, чтобы уметь это, все знают, это только молодые люди могут. В вождении у них на 100% получается. А вот по поводу знаков. Ну, ребята наверняка тоже какие-то основные дорожные знаки в курсе, да, как выглядят? Да, конечно. Какие знаки? Какие знаки, ну, так, на вскидку сразу вам приходят? Пешеходный переход. Не обгонять. Вот, пешеходный переход, самый главный знак, я думаю. Пока ты пешеход, это самый главный для тебя знак А, главная дорога знак. И главная дорога кончает. Кирпич. Кирпич, да. Только второстепенная дорога. Второстепенная дорога. Это такой очень знак со стрелкой белой. Я не знаю, как он называется, но красивый. А какие группы знаков, какие категории знаков существуют? Предупрежные. Предупреждающие. Предупреждающие, запрещающие, разрешающие. Офигеть. Опа. Дима. По логике уже. По логике. Интересная логика, Алексей, помогайте. Алексей, помогайте ребятам. Всего 8 групп знаков. 8, представляете? Правильно. А с тремя усилиями. Предупреждающие. Да. Запрещающие, правильно. Дальше, ты говорил, главная дорога. Это знак приоритета. Определяет очередность проезда нерегулированных перекрестков. Дальше, предписывающие, то есть приказные знаки, которые приказные двигаются в том или ином. Уступение дороги – это тоже приоритета. Знаки особых предписаний. Какие? Например, автомагистраль. Я таких не знаю, но… Ну ладно, у нас дорога с односторонним движением, знаешь? С односторонним движением. Ладно, пойдем проще. Пешеходный переход. Синенький – это знак особых предписаний. А, ну все понятно. Вот, все оказывается просто на самом деле. Сложная формулировка, но особая. Предписывающие – это пешеходная дорожка, кругленький знак. Звоночек. Да, звоночек. Итак, 8 категорий основной мы узнали. Ребята, принимаем звонок. Давайте. Можете все сразу. Только по одному. Говорите, пожалуйста. Дима начинает. Ребята, там подход. Сейчас узнаем просто, на чей вопрос будет ответ. Здравствуйте. Как вас зовут? Сколько вам лет? В какой школе вы учитесь? Здравствуйте. Меня зовут Арсений. Я учусь в 18-й школе. 8 лет. Ага. На какой вопрос вы хотите ответить? Булгарский. Булгарский. А, судя по всему, это вопрос Тимура. Тимур принимай. Какая самая быстрая машина? Итак, какая же самая быстрая машина, Арсений? Бугатти. 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 Ну, на самом деле нет, но да. Ну, Бугатти. Как бы и да, и нет. До недавнего времени. Бугатти. Сейчас, подождите, Тимур знает правильный ответ. Он сейчас все расскажет. Я хочу дополнить, что все раньше думали, что Бугатти, конечно, Верон. Верон. Самый быстрый серийный автомобиль. Да. Но сейчас пока что есть машины намного быстрее. Но они серийные. Это Хеннесси, Веном, GT, 450 км в час. Да. Из серийных, наверное, все-таки Бугатти, хоть он и малыми сериями выпускается. А вот Хеннесси, это тот автомобиль, который обогнал Бугатти, но он практически в единичном экземпляре. Спасибо, Арсений. Это правильный был ответ в любом случае. Поэтому выбирай подарок, билет или книга. А сколько? А знаете? Билет. Билет. У нас остался только один. Миша предлагает билет. Приглашение на двоих в КТКФ Зуки. В КТКФ Зуки. Приглашаем тебя, Арсений. Сходи обязательно. А как забрать билет, расскажем за эфиром. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну как мы и говорили, время, тема очень интересная. Говорить можно бесконечно, особенно в нашей мужской практической компании. Спасибо еще раз, Наталья. Спасибо, Наталья. Ну куда бы мы без женщин? Все равно за знание правил, за получение прав все равно отвечают женщины. Это я считаю абсолютно верно. Поэтому, дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами все это время. Программа «Открывашка» заканчивается. Мы, собственно говоря, напоминаем вам, что мы всегда находимся на волне 101.0 FM в 10 часов утра. Включайте свои радиоприемники, берите в руки мобильные телефоны, звоните нам, отвечайте на вопросы, узнавайте интересную информацию. Увидимся с вами в следующее воскресенье. До новых встреч, хорошего настроения, кому-то хороших каникул, ну и, естественно, замечательной осенней погоды. Спасибо большое. До свидания. Всем пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова